так приветствую сейчас мы с вами будем делать вот эту ручку она состоит из типа шестеренок почти вся здесь только немножко другое но тем не менее сейчас делаем делать я буду двумя способами первый способ это такой мануэльный ручной я возьму цилиндр уменьшу его до 12 высотам так оставлю пока радиус 50 как он есть и увеличу количество сегментов что мы видели поставим сюда увеличим их до 110 допустим 110 вот так должно быть четное число 112 10 неважно остановимся на 110 и теперь нам надо превратить это в объект превратили и каждую из них выделить при помощи вот selection live selection выделить все как вы понимаете 55 должно делиться на 2 если мешает вот эти стрелки control d и выделяем дальше так закончили выделять ну а теперь пойдем следующим путем так возьмем трансформацию зажмем control и немножко выдавим вот так достаточно далее берем и еще раз тащим вот сюда уже и практически тем самым мы завершили и сделали то что нам нужно смотрим если мы хотим ровно здесь грани то достаточно вот этот удалить будут крайне ровно вот так то есть вполне вполне себе так но мы с вами пойдем еще одним путем потому что для обустрения есть в общем-то плагин специальный плагин специальный плагин называется не знаю как это выразить но еще он делает шестеренки можете почитать если что я вам дам такую возможность вот видите и здесь можно очень быстро то есть именно так сделать как вам хочется сделать сколько угодно этих штучек тут можно настройками играть делать больше меньше так потом выбирать допустим снаружи и внутри могу снутри это сделать нам сейчас надо снаружи снаружи и причем я сейчас выберу другой вид этих самых звездочек так выделим сначала немножко и теперь перейдем advanced setting вот здесь мы можем уже регулировать как они будут выглядеть то есть здесь они более таки мы можем сейчас мы сейчас вот сдвинуть их если нужно потом увеличить толщину вот тогда потом можем даже суда туда загнуть это нам не надо так и и сделать потолще или поменьше так ну мне кажется не сильно выступает но во всяком случае здесь мы быстро сделали этот вернемся в объекты так вот так этого будет вполне достаточно сейчас посмотрим на референт да вот референт и нам осталось закрыть дырку сделать так называемый дэвел здесь там где он здесь вот он дэвел вот так мы его закрыли все смотрим ну я думаю что этот немножко по симпатичнее ну на тот случай как я сказала если у вас нет так высота слишком большая сделаем 12 вот так если у вас нет такой возможности то в принципе это вполне заменит и вот этот цилиндр ок ну я оставлю этот он у меня есть почему бы им не воспользоваться таким образом мы с вами быстро получили вот такую шестереночку для начала хорошо и по этому же принципу строятся вот эти две а с этой мы еще поработаем потом с помощью этого же плагина я сделал сейчас еще одну ручечку и сейчас я поступлю следующим образом я возьму вот этот зажму control сделаю копию и теперь подняв ее так вот ее удается пока поднять потому что это как бы не объект вот я сделал из нее объект но при этом но при этом я лишился возможности с ней работать поэтому я оставлю ее в виде обработки и с помощью координатов просто-напросто подниму по сетке вот по направлению вот так хорошо далее пойдем в объект и скажем что у нас высота будет поболее а теперь просто-напросто мы начнем ее уменьшать вот так вот так посмотрим в пропорциях сейчас ну где-то наверно такие пропорции так хорошо таким образом мы сразу убили двух зайцев не надо нам так хорошо и вот так мы можем в принципе оставить по высоте может быть чуть меньше сделать так и в координатах теперь мы ее еще раз поднимем чуть-чуть вот так здесь у нас будет вот это колечко стоять вот это с номерами то есть повороты с ней придется повозиться ну а здесь так сейчас смотрим в общем-то да можно чуть-чуть поднять учитывая так и длину 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 высоту хорошо ну и далее там пимпочка такая есть поставим сюда видите вот это вот мы сейчас ее сделаем так по ничьи естественно вот так лишь побольше вот и тянем ее наверх то можно с помощью координата сделать более точно так посмотрим сверху видим что мы можем еще чуть-чуть ее увеличить да конечно можем ее радиус увеличить вектор так радиус ну вот так будет достаточно и нам нужно еще сделать кап fillet ну это много да сделаем здесь один здесь делаем один так и уберем вот это да тогда у нас получится именно то что нам и нужно да так даже мы можем немножко увеличить вот так хорошо и чуть-чуть вниз ее по координатам да вот это то что нужно еще раз ну хорошо ну и в следующих мы сделаем вот это кольцо потому что с ним я думаю будет посложнее чем со всем этим было да сейчас смотрится именно так как нужно ручка поэтому встретимся с вами в следующем видео чтобы они у нас не были длинные вот так хорошо договорились пока